Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Галена Шелкина. Я специалист висцеральных практик и гинеколог Вагула в центре. Мы сегодня поговорим с вами на актуальную тему кандидоз и как его проявление молочница. Кандидоз это системное заболевание, возникающее в организме, а у женщин оно проявляется чаще всего и тревожит в виде молочницы. Молочница это вульвовагинальный кандидоз, одно из самых распространенных заболеваний женской половой сферы. В последнее время частота его растет, выявляется у трех из четырех женщин детородного периода. У 40 процентов из этих женщин заболевание возникает повторно. Лечится быстро, довольно, но возникает, повторяется снова, несмотря на проводимое лечение. Причина возникновения молочницы это грибки рода кандида, чаще всего кандида альбиканс, которая является условно-патогенной флорой и может спокойно жить в полости рта, в пешечнике в толстом, в влагалище, но при снижении местного иммунитета и общего иммунитета количество этих грибков увеличивается значимо и вызывается заболевание, возникает заболевание, которое уже требует коррекции. Заболевание возникает под воздействием различных факторов, механических, к ним относятся ношение синтетического белья, сильно сдавливающие одежды, травмы, слизистые влагалища, медикаментозные факторы, это прием антибиотиков, цитостатиков, глюкокортикоидов, оральных контрацептивов. Также к этим факторам относятся тяжелые сопутствующие заболевания туберкулез, онкологические заболевания, витаминозы, особенно недостаток витамина С, В2 и В6. Как диагностируется это заболевание? Значит, на основании жала больного сбора анамнеза, на основании забора материала из влагалища и осмотра под микроскопом, на основании получения результатов полимеразной цепной реакции, это когда в материале определяется мельчайшая частица ДНК кандиды, выставляется такой диагноз. И еще один метод посев содержимого влагалища на питательную среду, там вырастают колонии, колонии пересеваются, смотрятся под микроскопом, тоже выставляется диагноз. Симптомы заболевания. Белые или бело-серые творожистые выделения из половых путей, зуд, жжение, неприятные ощущения во время полового акта, наличие мелких высыпаний, визикулезных, которые могут сливаться и образовывать даже эрозивные поверхности на влагалище и в ульве. Лечить можно официальными средствами, используемыми в официальной медицине. Очень хорошо работают и значимо помогают средства, используемые в народной медицине. Чтобы достичь успеха в лечении кандидоза, предотвратить повтор возникновения этого заболевания, нужно начать с питания, потому что кандидоз не будет развиваться, если не будет продуктов, которыми питаются эти грибки. Организм – это целостная, самовосстанавливающая система, имеющая большие компенсаторные возможности. И в этой связи нужно понять, откуда берется заболевание, почему оно возникает, почему оно останавливается на какой-то стадии, и почему оно может развиваться дальше. В этой связи, мне кажется, интересной теория гомотоксикозов, разработанная в середине XX века немецким ученым Хайнцем Рекке-Вегом. Он связал развитие болезни со степенью зашлакованности организма. Зашлакованность останавливается, прекращается, заболевание не развивается дальше. Продолжает организм зашлаковываться, заболевание продолжается и достигает пикового состояния в виде онкологического заболевания. Просто и со вкусом, на мой взгляд. Так вот, воспаление относится, любое воспаление в его таблице относится к второй степени зашлакованности, когда организм изменения происходит только на уровне жидких средств. Еще не затрагиваются клетки в организме. Поэтому довольно легко можно справиться с любым заболеванием. Мы сейчас говорим о заболеваниях женской половой сферы и конкретно о молочнице. Что нужно сделать, чтобы молочница не развивалась? Нужно убрать то, чем питаются грибки. Они очень любят грибки. Сахар – это любимое их лакомство. Поэтому особенно рафинированный сахар и все, что его содержит, это первое, что нужно убрать из рациона. И белая мука. На ней прекрасно разрастается и благоденствует грибок. Очень любят грибок молочную пищу. Активно в ней растет. И вот этот кефир, который продается, он же создается с помощью грибков. Поэтому эти продукты желательно убрать из рациона и на длительное время. Не меньше, чем на полгода. В нашем организме существуют разные виды бактерий, грибов, которые живут и соседствуют как добрые соседи. Но нужно знать, что питаются они в разное время. Есть флора, которая нам помогает жить. Есть нейтральная флора. Есть условно-патогенная флора, которая при небольшом количестве живет с нами как хорошие соседи, а при большом количестве начинает вызывать заболевания. Так вот, есть информация, что та флора, которая нам помогает жить, она кормится с 4 утра до 13 часов дня. С 13 до 18 питается нейтральная флора. А вот после 18 часов начинает активно размножаться условно-патогенная флора. Поэтому питание после 18 часов не полезно для нашего организма. Появляясь один раз и поднимая голову в организме человека, кандида просто так не сдает свои позиции. И требуется упорство в достижении цели. Теперь поговорим о лечении средствами официальной и народной медицины. Я сейчас говорить о схемах не буду, потому что все мы разные, и каждый из нас требует конкретного индивидуального подхода. У каждого свой багаж накопленных проблем, и поэтому сколько людей, столько отпечатков пальцев, сколько людей, столько необходимых с кем лечения. Неоценимую помощь в лечении кандидоза оказывают средства, применяемые в народной медицине. Одно из самых таких сильно действующих средств лечению кандидоза является масло чайного дерева. Применять внутрь его можно в том случае, если это качественное масло, несмотря на то, что на нем написано только для наружного применения. С условием обязательно подобрать правильную небольшую дозировку. Делается это индивидуально. Следующее. Одно из самых сильных антибактериальных средств, имеющих применение в народной медицине, как один из сильнейших антибиотиков, используется коллоидное серебро. Производителей много разных, с разной концентрацией, поэтому тоже рекомендовать какие-то дозировки не могу. Все нужно сделать индивидуально. Очень хорошо работает, хорошие результаты показывает применение перекиси водорода. Пихтовое масло прекрасно работает при применении внутрь, при применении наружу. Можно применять вместе с другими маслами. Все индивидуально. Повторяю, все индивидуально, потому что сколько людей, столько заболеваний, сколько ситуаций, столько способов лечения, коррекции. Все горькие травы в той или иной степени имеют противогрибковый эффект. Особенно листья черного ореха помогают, работают, дают хороший результат. Очень широко применяется в лечении кандидоза и, как и у варианта молочницы, кора муравьиного дерева. Не имеет противопоказаний. Можно применять большие дозировки. Прекрасно работает, есть хорошие результаты. Очень хорошо работает. Раствор прополиса. Поскольку пчелки консервируют свои улья этим прополисом и живут прекрасно, то мы можем использовать его во благо нам. Нужно понимать, сколько, где и когда. Довольно часто другие заболевания женской половой сферы путают с молочницей. В том случае, когда появляются какие-то выделения, в первую очередь женщина считает, что у нее молочница. Но могут быть и трихомонадные кальпиты, то есть воспаление влагалища, могут быть и анаэробные воспаления, анаэробная флора активизироваться. Женщина в первую очередь говорит, что молочница. Поэтому все-таки советую для начала сходить и сделать простой мазок на флору, чтобы посмотреть, кто там живет. Потому что правильно поставленный диагноз – это 70% успеха в излечении. И только когда вам выставлена молочница, тогда уже начинаем корректировать именно это заболевание. Хочу обратить ваше внимание на то, что кандида, как любой живой организм, имеет свой коллективный разум. И чем их больше в организме, тем больше этот коллективный эгрегор воздействует на наш разум. Наверное, вы замечали, бывают такие случаи, когда идешь и невыносимо хочется покушать сладкого. Типа как будто тебе кто-то говорит, иди съешь сладкого. Очень часто именно это вот этот вот грибок. У него есть свойство при… Вот этот коллективный эгрегор может вызвать состояние депрессии. И вот это состояние депрессии заставляет нас скушать, скушать сладкого, покурить, принять алкоголь, ну и прочие прелести в кавычках используя для того, чтобы расслабиться, забыться. И самое простое и очень эффективное средство противостоять этой депрессии – улыбка. Внутренняя улыбка. В детстве когда-то мы пели песенку со словами «От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый хмурый дождик». На самом деле это так и есть. Когда внутри тебя есть улыбка и прекращается дождик, появляется, следом появляется солнышко, то никакой грибок, никакая болезнь не устоит против внутренней улыбки. Начинает уходить заболевание, человек начинает светиться. И не только сам, но и светит всем вокруг. Получается, что хорошее настроение – это одно из важных условий оздоровления организма. При условии, что вы используете еще и лечебные какие-то препараты и народные средства. Преимуществом народных способов коррекции заболеваний относится их большая безвредность, нежели официальных препаратов. Потому что даже растительные препараты имеют свои побочные эффекты. Яд от лекарства отличается дозой. Это нужно знать, понимать и учитывать в лечении. Поэтому прошу вас обратиться к специалистам, которые помогут вам правильно подобрать вашу дозировку в вашей ситуации. Приходите, поможем. Желаю вам здравия, хорошего настроения и успехов в достижении поставленных задач. Обращайтесь, покрыть Продолжение следует...